Параллельно с военной операцией в Украине в нашем с вами информационном пространстве разворачиваются настоящие боевые действия. Сегодняшняя ситуация уникальна тем, что мы стали потреблять новостей намного больше, чем раньше. Я, как помешанный все эти дни, только успеваю переключаться от телеграма к ютубу в поисках новой информации и так проходит целый день. Это и понятно, все мы напряжены, а мозг в таком состоянии пытается успокоить себя и нервную систему попытками объяснить, что же на самом деле происходит. Вдобавок нас очень волнует, как мы будем жить после введенных нашими западными партнерами санкций. И вот такое расшатанное психологическое состояние – прекрасная почва для вброса ложной информации, проще говоря, фейков. О них сегодня и поговорим. Меня зовут Олег Избыш, это программа «По сути» и давайте разберемся, что есть истина, а что фейк. Фейк номер один. Могилы в Сургуте готовят для погибших солдат российской армии. Это один из самых свежих фейков, которые распространяют украинские блогеры. Четвертый день войны. Это вчерашнее видео. Вчерашнее. Мало того, что этот фейк касается нашего региона, моего родного Сургута, так еще особенность его в том, что это фейк фейка. Ну, если можно так сказать, фейк в квадрате. В прошлом году осенью перед началом очередной волны ковида местный интернет взбудоражило новость о вырытых могилах на Сургутском кладбище. Местные жители предположили, что могилы вырыты для погибших от вируса и что количество могил говорит о серьезной угрозе жизни югорчан. Тогда сообщалось, что могил около 600. Мол, администрация города что-то знает о грядущей смертности, но скрывает от сургутян. Обожаю подобные конспирологические теории. Похоже, такие байки нравятся не только мне. Новость настолько испугала жителей Сургута, что даже местным СМИ пришлось вмешаться. На Чернореченском кладбище объяснили, зачем выкопали большое количество могил. Накануне в сети жители Сургута опубликовали видео с погоста, где на нескольких секторах уже подготовили ямы. Захоронений ждут даже не ряды, а целые секторы на новой части кладбища. Пользователи возмутились, ссылаясь якобы на примету о том, что заранее копать могилы нельзя. В сетях даже выдвинули теорию о том, что таким образом здесь готовится к всплеску смертности от коронавируса. В унитарном предприятии все мифы развенчали, объяснив, что ямы впрок по осени выкапывают ежегодно, причем по контракту на обслуживание. Все оказалось, как всегда, банально. Для сургутян это не секрет, но для украинских блогеров, видимо, станет открытием. То, что земля зимой имеет свойство замерзать. А если взять во внимание, что в наших широтах преобладает песчаный грунт, и его основной особенностью является прекрасное впитывание влаги. И вот эта смесь песка и воды замерзает зимой настолько сильно, что буквально превращается в камень, что сильно осложняет процесс выкапывания могилы. Поэтому прагматичные сотрудники кладбища придумали выкапывать могилы еще осенью. И делают это они каждый год. И не волны ковида и военной операции на этот процесс абсолютно никак не влияют. Журналисты этот ковидный фейк развенчали, а смышленые украинские блогеры решили подсунуть нам его снова, но уже под другим соусом. Эх, что не сделаешь ради хайпа, и даже можно с совестью пренебреть, что украинские блогеры и делают. Фейк номер два. Мошенники рассылают россиянам сообщения о погибших родственниках. Еще один актуальный фейк для нашего региона. Меня всегда впечатляют новости о югорчанах, которые умудряются перечислять на счета мошенников миллионы рублей после того, как их обработали по телефону. Может, у нас какой-то менталитет особый, но мы вестись на подобные атаки не перестаем и до сих пор. Ну и, конечно, события на Украине стали прекрасным поводом для мошенников изобрести новые способы выманивания у россиян их денег. Должен заметить, что сейчас кроме выманивания денег у мошенников стоит еще и задача посеять панику в России. МТС, Мегафон, Теледва, практически все крупные мобильные операторы заявили о том, что произошел всплеск спам звонков и смс сообщений на телефоны россиян во многих регионах страны. Звонки могут поступать с украинских номеров. Кстати, очень важно для тех, кто не знает, украинские номера начинаются с цифры 3 и записываются они примерно так. То есть сначала идет плюс 3, потом код оператора и потом уже номер телефона. Также звонки могут поступать с московских номеров или из других стран. Чаще звонит робот и голосом Зеленского сообщает о том, что мы один народ и пора прекратить военную операцию в Украине. Педент Украины, мы никогда не желали россиянам зла и не нападали на вашу страну, как заявляют ваши телеканалы и правительство. Я вас очень прошу, заберите своих сыновей, своих мужей, заберите домой. Здесь они сами гибнут в никому не нужной войне и убивают наших детей. Заберите их домой, дайте им выжить. Заберите их домой, дайте им выжить. Такой подход может зацепить любого человека. Операторы отчитались о том, что сами начали блокировать неблагоприятные звонки и сообщения, но все-таки решили своих пользователей предупредить об угрозе. Поэтому, дорогие югорчане, мой вам совет. Если у вас нет родственников в Украине и никто из вашей родни не служит сейчас в армии, а вам на телефон поступает звонок из Украины или сообщение, то просто игнорируйте его и не отвечайте. Поберегите свои нервы и деньги. Фейк номер три. Отключение от SWIFT уничтожит банковскую систему России. Фейк о системе SWIFT это как вишенка на торте. Это просто венец творения, создателей и распространителей ложной информации. Знаете, я привык относиться к всему философски. Даже в такие тяжелые для страны времена можно отыскать и плюсы. Ну, во-первых, мы все из специалистов-вирусологов резко переквалифицировались специалистов по геополитике. А во-вторых, выучили много новых слов. Давайте разберемся, что такое SWIFT и чем же его отключение так страшно для нас. И страшно ли вообще? Предлагаю начать с определения. SWIFT это аббревиатура, которую можно перевести как Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. Это глобальная ассоциация финансовых учреждений, которая была создана в 1973 году из 239 банков и 15 стран, которые вошли в нее. По своей сути, система SWIFT не осуществляет никаких переводов или хранения средств. Ну, если совсем просто, как говорится, на пальцах, то SWIFT можно сравнить с водопроводом, где труба это SWIFT, а вода это банковские переводы, которые по этой трубе и перемещаются. Фейк, который распространялся в сети, говорил о том, что при отключении системы SWIFT отключатся также системы Visa и MasterCard, и мы не сможем расплачиваться банковскими картами. Ну, это глупость полная, потому что системы SWIFT и Visa и MasterCard – это системы, которые друг от друга совершенно не зависят. На самом деле, в российских банках деньги на всех счетах, в том числе карточных, доступны своим владельцам в любой момент. Нет. Система SWIFT никак не связана со сбережениями людей. SWIFT – это просто система обмена информацией между банками. В России для всех банков доступен его аналог – система передачи финансовых сообщений. При отключении банка от SWIFT у него могут возникнуть проблемы, но только при международных переводах. Должен сказать, что еще со времен крымских санкций наше правительство попыталось предугадать те проблемы, которые нам пытаются создать наши западные партнеры. Именно поэтому еще в 2015 году был разработан аналог SWIFT – система NSPK. Именно благодаря этой системе у нас в России работают Visa и MasterCard, и понятно, что отключить нас от них никто не может. Но вот международные платежи продолжат совершаться благодаря системе SWIFT. Например, продажа нефти и газа сейчас совершается благодаря именно ей. Но мы должны понимать, что экономики стран сейчас очень сильно переплетены, и просто нельзя вот так взять и отключить основного поставщика ресурсов, то есть Россию, от мировой системы. Понятно, что экономика при этом рухнет у всех сразу. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что наши платежи и переводы никто ограничить не сможет, и это всего лишь очередной фейк. Это все фейки на сегодня, но их накопилось такое огромное количество, что мы продолжим их развенчивать и обозревать. Сейчас нам всем очень важно научиться фильтровать информацию, которая тоннами заливается в наши головы. Поэтому включайте свое критическое мышление, проверяйте источники. С вами был Олег Избаш, это программа «По сути». Скоро увидимся.